Елена Безденежных В Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. С Еленой Безденежных мы встретились на Красноярском экономическом форуме, чтобы обсудить перспективы развития Сибири. Центральное событие форума «Роуд-шоу Енисейская Сибирь. Приоритетные инвестиционные проекты». Какие проекты Норникеля в него входят? Норникель здесь представил только один проект. Это Южный кластер. Это новый проект. Это наш Гринфилд. Поэтому мы представили его отдельно от всей остальной инвестиционной программы, которая подлежит реализации на территории Красноярского края. Что проект Южный кластер даст экономике и жителям Норильска и Красноярского края? Проект мы оцениваем как перспективный. Более того, мы считаем, что все те инвестиции, которые будут вложены, а это 70 миллиардов и 40 отдельно на реконструкцию фабрики, они послужат основанием для развития новой точки роста в Красноярском крае. Это та самая Енисейская Сибирь, о которой мы сейчас говорили. На пленарном заседании очень много говорилось о необходимости развития объектов и тех проектов, которые могли бы соединить юг и север Красноярского края, которые бы могли соединить Красноярский край с остальными регионами России и с остальными регионами международного уровня. Что это значит? Это значит, что транспортная составляющая, которая сейчас конкурентное преимущество может быть у Красноярского края, допустим, река, выход на северный путь, должны использоваться в полном объеме. Южный кластер – это один из таких проектов. Это новые рабочие места. Более 1500 рабочих мест будет создано в предприятиях, обслуживающих Норильский никель, и 400 рабочих мест непосредственно на Южном кластере. Это новые, скажем так, технологии. Это и освоение севера, освоение арктической территории, на которой находится Норильск. Это дополнительные налоги в бюджеты всех уровней. Есть ли поддержка со стороны государства? Мы надеемся на поддержку государства. Именно в форме содействия – это льготирование налогов. Мы дадим более 30 миллиардов по самым консервативным подсчетам за 10 лет бюджету Красноярского края. Поэтому мы считаем этот проект перспективным не только для Арктики, для Севера или для Норильского никеля. Он перспективен для всего Красноярского края. В феврале Норникель объявил о создании предприятия совместно с Русской платиной. Будет ли это предприятие как-то связано с Южным кластером? Пока идет только просчет по Русской платини, возможности и параметров вхождения. Одно известно точно, что проект Южного кластера сейчас, первые годы его реализации, будет плотно связан с технологической цепочкой Норильского никеля. Компания недавно запустила Быстринский горно-обогатительный комбинат. Он входит в региональные инвестиционные проекты Забайкальского края. Можно ли использовать этот механизм стимулирования инвестиций в других регионах, где присутствует Норникель в Мурманске и Красноярском крае? Именно этот механизм мы сейчас презентовали на роут-шоу как метод государственной поддержки. Именно его мы опробировали на территории Забайкалья, и это уже дает свои положительные результаты и для развития проекта, и для развития региона. Именно в таком формате мы предлагаем действовать и на территории Красноярского края. По вашим прогнозам, какое влияние на экологию арктического региона будут оказывать новые предприятия? Можно ли его будет минимизировать? Новых предприятий будут использовать только экологичные проекты. Вы понимаете, сейчас уже нет тех технологий, на основании которых мы работали раньше, и которые нам приходится сейчас модернизировать, перестраивать. Кстати, объем инвестиций у нас до 2023 года предусмотрен в 1 триллион на модернизацию существующих мощностей. Это значит, что экологически эффективные, энергоэффективные способы в этом проекте, я имею в виду Южный кластер, будут применены в полном объеме. Это выполнение и президентской программы по энергоэффективности, и по импортозамещению. По возможности, естественно, мы будем применять все наилучшие российские технологии. Поэтому с точки зрения экологии мы за него не переживаем. Подводя итог разговора о Южном кластере, скажите, после презентации на Роудшоу Енисейская Сибирь, какой отклик вы получили, какие оценки? Пока только очень хорошие, и говорят, что это первый опыт, когда на форуме подобного уровня бизнес не боится говорить о тех мерах поддержки, которые ему необходимы для развития новых проектов. Мы бы хотели иметь возможность от государства получить тот фидбэк, который мы предоставляем. Мы же открываем карты, мы говорим, мы берем на себя инвестиционные обязательства. Естественно, мы хотим получить аналогичные обязательства и со стороны государства. Надо сказать, что пока нам идут навстречу и рассматривают наши проекты. На форуме много говорили про планы на 2019 год. В следующем году Красноярск принимает универсиаду. Как Норникель связан с этим событием? Норникель непосредственно связан с этим событием. Почему? Потому что мы генеральный партнер. Фан-парк «Бобровый лог» был флагманом в заявке на проведение универсиады 2019. Мы оказываем поддержку не только путем предоставления фан-парка «Бобровый лог» в использование в период проведения тестовых соревнований сейчас, и в период проведения универсиады, но и содействуем развитию различных активностей, в том числе продвижения универсиады, как на российском, так и на международном, и, естественно, на региональном, на краевом уровне. Но это действительно полномасштабная совместная программа. Кстати, это очень хороший пример частного государственного партнерства в сфере развития и инфраструктуры, и подготовки спортивных объектов. А для нас это означало модернизацию более миллиарда рублей для того, чтобы, модернизировав объект, он был пригоден и отвечал всем современным уровням и стандартам. Поэтому я думаю, что подготовка волонтеров – это всего лишь капля, которую мы проводим вместе с дирекцией универсиады. Расскажите, что из себя представляет фан-парк «Бобровый лог»? Фан-парк «Бобровый лог» – это более 10 километров освещенных и полностью пригодных, прошедших гомологацию трасс. Ряд различных комплексов, как для хранения инвентаря, пункты приема пищи, пункты отдыха, пропуска, современная инфраструктура. Это полная инфраструктура, которая существует на территории города. Вы редко где можете увидеть, чтобы на территории города такой протяженности трасс была инфраструктура. Для горожан это любимое место проведения отдыха со всей семьей. И мы сейчас, строя учебно-тренировочную трассу, мы понимаем, что после проведения универсиады она как наследие будет использоваться для того, чтобы и маленькие жители города, региона и гости этой, как говорится, сибирской столицы могли потом приехать и приобщиться к зимним видам спорта. Фан-парк «Бобровый лог» – это круглогодичный многосезонный комплекс. В летние периоды, так как мы соседствуем с красноярскими столбами, вы знаете, заповедник, у нас есть возможность организации пешеходных туров, и мы их действительно проводим. И в летний период там работают бассейны и всевозможные аттракционы. Что ждет этот объект после универсиада? После окончания универсиады тот спортивный объект, который мы предоставили сейчас дирекции для проведения, это спортивно-тренерский блок, он будет как тренировочная база в последующем использоваться. Мы планируем, что он будет реконструирован слегка для того, чтобы мы могли модернизировать этот комплекс, и там могли проживать две команды, как минимум, для проведения сборов по различным видам спорта. Мини-футбол, баскетбол, там очень хорошая тренировочная база, батутный зал, и поэтому он круглогодично сможет использоваться для спортсменов непосредственно. Каким для Нурникеля оказался 15-й Красноярский экономический форум? Я думаю, что он не то, что был, он и будет для нас тем очередным этапом, который покажет нам, куда нужно развиваться в дальнейшем, и в регионе, и в масштабе всей страны. Такие форумы нужны для обмена мнениями, потому что каждая компания на своем рынке, которая представляла сегодня на Роудшоу свои проекты, она занимает какие-то лидерские позиции. Что такое лидер? Это предприятие, которое может смотреть сторонний опыт и воспринимать положительный эффект, который есть у других предприятий от реализации проекта. Прежде всего, это, конечно, обмен мнениями. Второе, нам очень понравилось, что у правительства Российской Федерации нашлось время и, скажем так, желание на региональном уровне обсудить проблему. Сейчас многие форумы, вы знаете, переносятся на федеральную площадку, и мы начинаем обсуждать там, забывая при этом, что стратегия пространственного развития – это не что иное, как стратегия в совокупности всех регионов. Красноярский край – один из самых крупных регионов, а не говоря уже о Енисейской Сибири. Если мы ее рассматриваем как макроэкономический регион, то он самый большой в нашей стране. Для нас это очень важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова